продолжаем с рекуператором так как крышка вот это вот сверху планируется съемной но это естественно чтобы можно было обслуживать теплообменники то она должна быть здесь установлен таким образом чтобы не раздалбывались места креплений по пеноплексу вот в этих швах сделано просто саморезами со шляпкой с одной стороны и просто саморез гонялся сюда потому что здесь был пеноклей вот этот для ппс специально здесь так не получится вот эти вот дюбеля для гипсокартона пятидесятки они с очень большим шагом в один сантиметр примерно они просто закручиваются намертво здесь сажаются и и сюда уже саморез вкручивается то есть мы кладем эту крышку сюда гвоздями тут 10 гвоздей 10 гвоздей сажаем у нас намечаются отверстия все снимаем и по отверстиям проходимся дальше обычный дверной уплотнитель один уплотнитель идет с одним стыком здесь по периметру и кусками по теплообменником каждый теплообменник должен сниматься по отдельности соответственно здесь один кусок и здесь один кусок здесь идет вытяжка и здесь все герметично здесь опять вытяжка идет здесь тоже все и герметично ну и туда уходит соответственно здесь приток если здесь будет щель вот ничего страшного то здесь пройдет вот и соответственно здесь конечно будет не идеально не так как у заводских, потому что есть стыки какие-то элементарные, мелкие, но при сплющивании они, конечно, уменьшатся, но это ничего страшного. Даже если будет подсос, фиг бы с ним, лишь бы основная работа выполнялась. Вот эта крышка на байпасе я посадил сейчас на силикон. Понятно, если будут здесь проблемы с сервоприводом, с его настройкой, придётся снимать, но это не составит проблем, потому что силикон не настолько прочно держит. Но я думаю, что всё обойдётся. В целом, по сборке и работе с экструзией, могу сказать, что вот эту 30-ку лучше не использовать. Вот эта 50-ка очень прочная, очень хорошая, вот из 50-ки нужно делать всё. Здесь я сэкономил, сделал из 30-ки, потому что приток здесь утеплять ничего не надо. Если будет в летом, будет в режиме байпаса работать, здесь просто будет прохладный воздух идти. Вот, то есть необходимости в большом утеплении нет, но прочность заметно больше у 50-ки. Поэтому использовать лучше 50-ку. На этом с герметизацией всё. Сейчас крышка накрывается, и потом сажается всё это на саморезы, вот с такими шляпками. Как-то они называются, продаются там за 50 копеек раньше продавались, или за рубль, каждая штука. Вот сюда ставим, закрываем, и её можно уже устанавливать. Продолжение следует... Продолжение следует...